ГЭС-2 Березовая роща в центре Москвы – это уникальный феномен. Такого нет и вряд ли будет. Подобные ГЭС-2 пространства очень важны. Они оказываются привлекательными и общедоступными. Благодаря им города становятся лучше. Больше века назад, 2 февраля 1907 года, на Болотной набережной в Москве было необыкновенное торжество. Открывали красавицу электростанцию. Ей предстояла диковинная работа – питать электроэнергией трамвайные линии. В присутствии городского головы Николая Гучкова, членов управы и гласных городской думы, священник осветил паровые турбины. Супруга городского головы Вера Боткина разрезала ленту на колесе турбогенератора. И станция ожила. Давно уже ГЭС-2 не работает. Предвкушает новое торжество. Наблюдает, как ее превращают в масштабное культурное пространство. Я никогда в жизни вот так вот не перестраивал. Я теперь понял, что такое строить, а что такое перестраивать. Это совершенно разные вещи. Мы долго не думали, посмотрели, кто вообще в мире может помочь нам в архитектурном плане осуществить нашу мечту. Ну и Ренц Пьяна здесь присутствует. Кто такие мы и кто такая знаменитость. Мы встречались с Ренца, да, рассказали про такой проект. Потом он приехал и сразу же сказал, да, я хочу это делать. Пять лет назад в наш парижский офис пришел Леонид. Скажу по правде, он не попросил меня сделать эту работу. Он приказал меня. Он хотел, чтобы мы сделали проект ГЭС-2 полностью. И конструкцию, и дизайн. Помнишь? Данный проект – это история забавных малореальных совпадений, множества чудес. И первое из этих чудес – само строительство. Это всегда волшебство, фантастика. Строительство – это энергия, солидарность всех участвующих, их гордость. Сотни тысяч людей работают вместе над чем-то одним. Это поразительный опыт. Проект действительно уникальный. Это жемчужина в центре Москвы, которая в течение долгих лет находилась в забытии. Мы, как москвичи, даже не знали о существовании такого объекта. Когда появилась возможность в моей персональной карьере поучаствовать в этом проекте, безусловно, это был большой челлендж. Вопрос для меня, готова ли я к такому, потому что, безусловно, опыта подобного проекта не было ни у кого из нас. Я приняла это решение, так как я понимаю, что в жизни такой шанс дается однажды. В 2015 году я праздновала Новый год с моими друзьями в центре Москвы. И они предложили мне остановиться у них, так как они арендовали квартиру. Мы пришли поздно ночью, сразу легли спать. И на следующее утро я просыпаюсь, смотрю в окно, и я понимаю, что мы в доме на набережной. А из окна я вижу ГЭС-2. Для меня это был шок, потому что за месяц до этого я проходила интервью в компании, и мне предложили эту работу. Приехав в Москву впервые, я не знал, чего ожидать. Красную дорожку и почести, или наоборот. На деле же меня встретили пара зимних ботинок и тяжелое теплое пальто. Это прекрасно. И очень символично для России. Потребовалось время, чтобы научиться работать на этом проекте, привыкнуть к культуре. Было непросто, потому что даже культура строительства другая. Но мы приехали сюда с почтением и мечтой. И продолжаем мечтать. Три года назад я сделала провокационные заявления, ставшие достаточно роскошим, и сказала, что ГЭС-2 не будет музея. И до сих пор мне задают волнующий вопрос. Если не музей, тогда то, что это? И знаете, ничего не имеем против музея. Пусть музей в традиционном понимании хранители наследа, воспитатели ценностей будут дальше существовать и развиваться всегда. Но мы для своей деятельности хотим чего-то большего. Мы предпочитаем, чтобы ГЭС-2 существовала среди людей, стала частью города, не только встроилась в его ландшафт, но и выступала активным элементом в самой городской жизни. Будущая культурная институция не будет пространством, в котором искусство демонстрируется, а станет местом, где оно рождается. Не архивом, а фабрикой, питаемой усилиями многих творческих людей. Соучастие – это наше слово. Соучастие – это социальный клей. Это пробный камень всей нашей активности. Я вот подумал, что вот эта интересная история с этим зданием и с этими людьми, что, в принципе, здание создалось для одного, чтобы быть очень шумным, а теперь оно пересоздается для того, чтобы быть очень тихим. В какой форме будут существовать эти люди, когда они оттуда уйдут, но они же как-то будут, и многие поколения других рабочих. Поэтому у меня родилась идея такой оперы «Призрака», которая будет… Это, собственно, аудиоинсталляция, которая, когда это здание будет реконструировано, построено, вот оно там будет существовать в виде такой оперы «Призрака». Вот это такие голоса, собственно говоря, голоса вот тех людей, которых там нет. Но игнорировать тот факт, что эти люди там были, не совсем правильно. Поток водяного пара поступает через направляющие аппараты на криволинейные лопатки, закрепленные по окружности роторы. Воздействуя на них, приводит ротор в обращение. «Призрака», «Призрака», «Призрака». Мы хотим, чтобы это пространство следовало за художниками, чтобы мы учились чему-то у художников. Мы представляем программу, которая будет состоять из пяти сезонов. Сезон в контексте этой программы – это период длиною около шести месяцев, в течение которого работа ГЭС-2 будет целиком посвящена одной теме – вопросу или проблеме, которая нас волнует. После открытия ГЭС-2 мы запустим первый проект, который будет полностью создан Рагнером Кьяртенсеном. Наш первый сезон получил название «Санта-Барбара». Как не поддаться колонизации? Интересная предыстория моей поездки сюда и работы над этим проектом. Во время Холодной войны мы говорили, что Исландия крайне удобно располагается ровно посередине между Вашингтоном и Москвой. Фильмы, телепередачи и, конечно, русский цирк всегда показывали на Новый год по телевизору. Так что в детстве я жил в СССР в облегченной версии Советского Союза. Конечно, с тех пор многое изменилось, но Россия не перестает очаровывать меня. Мне понадобилось много времени, чтобы осознать масштаб этого проекта. Я обычный человек, и вдруг мне показывают не просто музей, будущее. Я долго пытался понять это, потому что, знаете, я родом из страны, где таких мест почти нет. Стержнем будущей выставки в Нефе здания станет перформанс, который мы назвали Санта-Барбара. Неф выбрали потому, что он, как вы видите, будет храмом света. Размышляя, как использовать это пространство, я вспомнил старые голливудские студии, где фильмы снимали при дневном освещении. Было важно сохранить Неф. Это главное пространство машинного зала, где располагались раньше основные индустриальные оборудования. То есть концепцию Нефа, как в католической церкви, когда мы имеем одно пространство с высотой потолка подкровельного пространства до 20 метров, это было основной концептуальной идеей. Для того, чтобы усилить это ощущение, а также для вмещения всех функций будущего дома культур, мы приняли решение выкопать еще подземный уровень. Это было одно из самых сложных с точки зрения реализации, конструктива решений. Нам пришлось буквально подвесить дом на ножки. Были периоды в процессе стройки, когда можно было увидеть, как ГЭС-2 буквально парит на этих опорах. Мы сохраняем Неф свободным, для того, чтобы создать это впечатление в какой-то степени даже улицы, прогулки по аллее, по какому-то проспекту, где по сторонам что-то происходит. В этом здании всегда будет ощущение сопричастности. Мы всегда будем себя чувствовать и зрителем, и участником действия одновременно. По левой и правой стороне от Нефа будут происходить различные события. В частности, у нас имеются две галереи. Мы их называем высокие галереи, потому что высота в них достигает 9 метров. Над ними располагаются еще две галереи, в которых высота будет также в самой высокой точке около 9 метров, в нижней точке по ферме около 6 метров. Это пространства выставочные, в которых будет, соответственно, естественное освещение кровельное. С другой стороны Нефа у нас представлены образовательные программы, классы для детей и взрослых. И отдельный объект, который проект в проекте, это наша, как мы называем, аудитория. На самом деле это зрительный зал, актовый зал, можно придумать ему много названий. Это универсальный зал, в котором будут проходить различные виды концертов, начиная от джаза, электромузыки, заканчивая театром, кинопоказами. Он спроектирован таким образом нашей акустической компанией, работающей над проектом, что он будет трансформироваться и предоставит возможности для реализации любого типа активностей. И одной из отличительных черт ГЭС-2 была стеклянная кровля, которая со временем была застроена, закрыта шифером. И основной задачей наших было это открыть ее, впустить свет во все пространства, обеспечить естественное освещение экспозиционных зон. Таким образом мы экономим огромное количество электроэнергии, а также насыщая все пространство светом, светом, который наполняет жизнью каждый уголок этого здания. Наш проект для меня – это место света. Это фабрика света. Белая фабрика. Здесь была станция, производящая энергию. Такой она и останется. ГЭС-2 продолжит производить энергию, энергию искусства. Это будет яркий, сияющий свет. Должен сказать, что свет – одна из самых важных материй в архитектуре, если не самая важная. Не все понимают, насколько необходим свет, насколько он важнее, чем камень, бетон и сталь. Здесь, благодаря сетчатой структуре прозрачного потолка, свет проникает внутрь, мерцает, как в лесу, сквозь кроны деревьев. А на территории мы посадили настоящий березовый лес, ведь березы – неотъемлемая часть России. И они очень красивы. Летом – это нежная пелена листвы, а зимой – в снегу – белая кружева. И это – истинная поэзия. Об этом нужно сказать. Можно быть писателем, режиссером, художником, архитектором, но если нет поэзии в твоей работе, ничего не получится. Можно сделать что-то интересное, но этого будет недостаточно, потому что искусство и культура должны привносить в жизнь красоту. Красота и культура. Здравствуйте. Во-первых, меня зовут Сарат. Я тут работаю с тропочками. Строим мы тут… Здесь вот у нас будет, вот внизу слева от меня, стоянка. А там вот у нас внутри будет рестораник разный. Вот. И вот всего, что строим. Вообще говорят, что будет какой-то музей. Музей современности, говорят. Будет музей, как-то говорят. Музей картинки там. Я не знаю точно, это московские картинки будут. Здесь будет и трава, и деревья, и лавочки. Для детишки. Все будет для детей. И надо нагло это спешить, чтобы было плохо. Надо потихоньку поделать, чтобы было красиво. Современное искусство – это что-то новое. что еще не видели. Значит, стараемся построить что-то в России еще не было видно. Будет лучше, чем что я был раньше. 99% будет лучше. Если успеем сделать, я надеюсь, что успеем. Велосторой все успевает. Это будет классно. Постараемся. Все будет хорошо. Это уникальный проект по своей сложности, по своей значимости для города, для каждого из нас. В частности, одной из ключевых концепций проекта было перевести дымовые трубы, которые изначально использовались для выхлопов, перевернуть эту концепцию. И на данный момент они используются именно для забора воздуха. То есть они являются, скажем так, легкими проекта. На высоте 70 метров мы забираем воздух, он попадает в здание, и через 4 ядра основных композиционных центра он распределяется по всему зданию, наполняя его энергией. Общая площадь всей территории ГЭС-2 150 на 150 метров. Это 2 гектара. Березовая роща – это одно из основных новаторств этого проекта. Это изначальная идея, родившаяся от 2 гектаров земли. Это огромное пространство, которое уже было заселено какими-то объектами, в том числе сводами и главным ГЭС-2. Мы не хотели больше наполнять его, не хотели городу увеличивать плотность урбанистическую. Идея была в том, чтобы в городской среде напротив Кремля создать уголок леса. Ландшафт организован таким образом, что он поднимается с уровня выхода из ГЭС-2, достигая высоты 7-8 метров, и покрывает своды. Своды – это центр художественного производства, который находится на территории ГЭС-2. Своды называются так в честь купольной архитектуры, на которой строится само здание. Это здание было построено в 1867 году Смирновым и использовалось им под водочные склады. Затем в советское время здание было отдано ГЭС-2 и использовалось как административное здание. Где-то в 50-х годах это здание надстроили, застроили всю красоту, которая там была, и сделали такую стандартную советскую коробку, в которой тоже располагались все административные мощности, собственно, ГЭС-2. Когда мы начали проект реставрации здания, ГЭС-2 именно, мы ходили по территории и смотрели, что там еще за здание существует. И вот, попав в эту пятиэтажку невзрачную, мы обнаружили, что на самом деле под ней, под этими бетонными конструкциями, скрыто красивое кирпичное сводчатое здание двухэтажное. Один этаж располагался под землей, один этаж на земле. И сейчас мы разработали проект, и его реализуем в здании, в котором будут мастерские столярные, слесарные, текстильные, керамические мастерские, мастерская 3D-печати, студия шелкографии, мастерская фотолаборатория, а также аудио-видео-студии. И мы хотели, чтобы под нас специально была создана униформа, потому что люди, которые будут проходить мимо по улице, через окна, будут видеть все, что происходит внутри. Мы в начале мая объявили конкурс для студентов российских вузов на создание этой униформы. И в середине лета был объявлен победителем, стала Виктория Агонян. Она сделала совершенно шикарный проект, который понравился всем, и он отвечал задачам и технологическим, и дизайнерским. Было большое жюри, которое состояло, собственно, из экспертов мода. И сейчас уже та завершающая стадия проекта, когда мы передаем униформу на отшивку. Каждый раз, когда мы настаиваем на том, что ГЭС-2 – это не музей, мы опираемся на многие принципы. Среди них, первый – это интеграция нескольких дисциплин, создание диалога между разными языками художественного выражения. Второй – мы хотим, чтобы наш подход вызывал вопросы, а не давал ответы, что позволит людям участвовать в этом диалоге. Поэтому, когда мы говорим о том, что это не музей, мы подразумеваем, что здесь нет разделения на внутри и снаружи, что здесь нет границ, а есть взаимодействие с аудиторией. Мы работаем не только для этой аудитории, но и вместе с ней. Художественный руководитель Франческо Монакорда рассказал мне, что они хотят создать новое культурное пространство, которое объединяло бы людей из разных районов Москвы. И мы задались вопросом, что мы можем сделать, чтобы познакомить районные сообщества с этим пространством. И у нас возникла идея телемоста. Мы решили провести серию встреч, на которых жители районов общаются со строителями, находящимися на площадке. Мы надеемся, что в ближайшем будущем завяжется больше диалогов. Может быть, они не будут телемостами, может быть, это будут мосты для соседей, мосты между мостами, или встречи на мосту. Мы надеемся, что в грядущем году мостов разных видов появится много. Пожалуй, наибольшее чудо из всех, которое есть в этом проекте, это то, что создано пространство свободы. Я хочу сказать, что это самое важное. Я знаю, что в мире существует множество интересных мест, но это примечательно. Оно великодушно, оно открыто и готово принимать людей. И это отличное начало. Такие места меняют мир. Я желаю всем удачи и нам в первую очередь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok